Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко. Это мой кулинарный канал Cooking Time. Готовить сегодня будем очень вкусное овощное блюдо. Будем делать гратен из сельдерея. Это невероятно вкусно, очень ароматно и, мне кажется, очень по-весеннему. И это вовсе не гарнир, это прям вкуснейшее основное блюдо, которое, несомненно, порадует тех, кто по тем или иным причинам отказался от мяса. Кстати, и молочные продукты здесь тоже можно легко заменить, превратив это блюдо в полностью постное, веганское. В общем, как всегда, море, нет, простор для разных экспериментов. Следите за руками, поехали! Сразу разогреваем духовку до 190 градусов. Для этого блюда нам понадобится полностью вся вот эта вот черешковая верхняя зеленая часть сельдерея. Сельдерей моем, отрезаем корешок, разбираем на палочки и зелень сразу убираем отдельно. Нам понадобится горсть листьев. Если в вашем сельдерее их больше этих листьев, ну, сложите в какой-нибудь пакет или контейнер, уберите в холодильник, будете использовать, добавляя в какие-нибудь салаты или другие овощные блюда. Для того, чтобы палочки, вот эти вот стебли были нежнее, их хорошо бы почистить от прожилок. Для этого вот просто вот так вот снимаем сверху кудри ножом или аккуратно овощечисткой. Если палочки у вас тоненькие, можно оставить их вот прям как есть, такими тоненькими. Если толстые, как вот большая часть у меня, можно порезать их пополам. Ну и все эти палочки уже дальше делим на сегменты, ну, где-то с указательный палец длиной. Также нам понадобится лук. Пол луковицы прям вот так вот берем, отрезаем, очищаем, моем. Берем какой-нибудь сотейник или кастрюлю или глубокую сковородку. Складываем туда порезанный сельдей. Интегрируем куда-нибудь луковицу, половинку. Пара лавровых листочков сделают блюдо еще ароматнее и вкуснее. Заливаем все это овощным бульоном. Можно использовать светлый из телятины или куриный бульон. Если хотите приготовить бульон сами, а не использовать покупной, вы можете это сделать. Как это сделать, можете посмотреть в отдельном видео, ссылочки в отдельных видео. Ссылочки найдете вот там, в описании. Если используете несоленый бульон, то добавьте туда немного соли. В идеале бульон должен полностью вот так вот все палочки сельдерея покрывать. И еще больше увкуснит это блюдо черный перец. Я прям беру вот так вот горошины и бросаю в кастрюлю. Ставим на плиту, доводим до кипения, накрываем крышкой и на среднем огне провариваем это буквально минут 10. Если сельдерей у вас молодой, хороший, больше не понадобится. Он должен стать мягким. Запекать все это буду я в керамической форме. Можете в той же сковородке все запекать или использовать просто противень. Смазываем сливочным или растительным маслом. Когда сельдерей отварится, до вот такой мягкости, но вместе с тем он совсем в кашу, еще развариться не должен. Он должен остаться таким аль денте. Вылавливаем сельдерей и сразу перемещаем в форму. Луковицу, лавровый лист, перец, все это пока оставляем там, в жидкости. Для того, чтобы блюдо получилось красивее, можно сельдерей сразу вот так вот красиво по форме разложить. Ну и в то же время так его будет удобнее брать уже в готовом виде и раскладывать по тарелкам. Еще вкуснее, хотя казалось бы куда уж вкуснее, это блюдо сделает какой-нибудь сыр. В идеале использовать сыр с плесенью, потому что он прекрасно с сельдереем сочетается. У меня в холодильнике нашелся кусочек горганзолы. Я вот так вот ее прям ломаю и распределяю сверху. Если не хотите использовать сыр, делайте постное или веганское блюдо. Ну, во-первых, можете использовать какой-нибудь заменитель, а можете обойтись без него. Тоже получится очень вкусно. Листья, помните, мы оставляли сельдереевые листья. Их мелко-мелко рубим ножом, добавляем к ним панировочные сухари и хорошо вот так перемешиваем. Жидкость, которая осталась у нас на плите, продолжает кипеть, выкипать, увариваться. Нужно уварить ее, ну, где-то в два с половиной раза. Там должен остаться где-то стакан, может быть, чуть больше. Немного уварив, вынимаем луковицу, вылавливаем горошины перца, лавровый лист тоже убираем и добавляем туда сливки. Если не хотите использовать сливки, можете использовать кокосовое молоко. Для того, чтобы в результате смесь лучше загустела, можно добавить немного кукурузного крахмала, разведенного в холодной воде. Добавив сливки или кокосовое молоко, продолжаем помешивая, уваривать до такого легкого загустения. Не совсем прям в такой густой стоячий соус, а как только начнет загустевать, готово. Попробуйте обязательно на соль, чтобы смесь не была недосоленной, но в то же время сильно соленой она быть не должна. Помните, если вы сыр будете использовать, особенно такой насыщенный, пикантный, он тоже будет добавлять соли. Не пересолите. Под загустевшей сливочной жидкостью или кокосовой жидкостью соливаем сельдерей сверху, вот так равномерно по форме все распределяем. Опять же, в идеале жидкость должна полностью сельдерей покрыть и сыр тоже должен начать плавиться. Сверху все засыпаем смесью сухарей и листьев сельдереевых и немного сбрызгиваем растительным маслом. Можно полить растопленным сливочным, тут уж как хотите. Ставим форму в духовку, уже разогретую до 190 градусов, и запекаться все это будет минут 25-30. Все это сверху должно так хорошенько, красиво подрумяниться. Сливки у краев, вы видите, они начнут закипать, дополнительно загустевать. Достаем, даем немного остыть, схватиться, сливки чуть подзагустеют, остывая. И все раскладываем по тарелкам и получаем удовольствие. Если вдруг в качестве основного блюда вам этого недостаточно, идеально, мне кажется, это блюдо может служить гарниром какой-нибудь белой рыбе или куриной грудки. Ну, там уж, я думаю, разберетесь. Ммм, пахнет это просто, просто сумасшедше. Здесь прям вот все, что я люблю. И сельдерей, я очень люблю аромат сельдерея. И сыр, мой любимый, с плесенью. Ммм, горгонзола, это прям... И сливки, и все это прям вот соединяется уже даже от одного запаха, с ума сходишь. А уж на вкус это просто... Ммм, мм, 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 мм. На вкус это просто бомба. Это невероятно. Ммм, мм, и вот этот вот соус, он, конечно, идеален для того, чтобы его кусочком хлеба по тарелке собирать. Хотя и без хлеба тоже очень вкусно. Здесь хлебные крошки вполне себе... Ммм, хлеб заменяют, и они так похрустывают прекрасно. И здесь так много вкусов. Здесь вот этот вот вкус сельдерея, который такой, ни с чем не спутаешь. Идеально сочетается с голубым сыром. Мне кажется, вообще, это прям вот идеальное сочетание сельдерей с соусом блючис. А здесь фактически он и есть. Сливочность это невероятная. И сельдерей получился очень-очень нежный. Ммм, он прям тает во рту. Ммм, это очень вкусно. И не хватает только бокальчика розового или белого вина. Ну, или лимонада. Остановиться невозможно. Ммм, никакой возможности нет. Из чего вы уже очевидно понимаете. Ммм, мм, мм. Срочно. Всем надо. Всем срочнейшим. Потому что это очень вкусно. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти внизу, в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы на канале быстрее появилось следующее видео. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. И обязательно приходите на влоговый канал «Все в сад». Там мы теперь тоже готовим. Там теперь часто тоже появляются рецепты, всевозможные кухонные лайфхаки. В общем, там тоже интересно. И каждый день появляется новое видео. Ссылочку на влог... Ссылочку на влоговый канал тоже найдете там, в описании. Всем желаю отличного весеннего настроения. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok